Спонсор этого видеоролика мой давний друг Рэмбан. На канале Рэмбана вы найдёте ролики в основном про World of Tanks Blitz. Ну а с недавнего времени Рэмбан покинул танки и начал делать по-настоящему годный контент с хорошим монтажом в Хойке 4. Играет он в Хойку классно. Также автор будет делать в скором времени прохождение и монтажику по желаниям подписчиков. И самое главное, играть в моде NZ и не только, вытворять бешеные сценарии. Как вы поняли, на этот канал точно стоит подписаться и поддержать нового Хойщика. Ссылка в описании и в закреплённом комментарии. Рекомендую. Перед вами ничем не примечательный мир Хойки 4 1939 года, где у нас есть сильная Германия, сильная Италия и очень слабая Польша, которую жирают очень и очень быстро и она просто-напросто ничего сделать не может против такой огромной Германии и такой Италии. В этом ролике я проведу эксперимент и попытаюсь это дело исправить. Каким образом? Давайте разбираться. А перед началом этого видеоролика, прошу тебя поставить лайк, подписаться на канал и пиши комментарии. Это серьёзно помогает в продвижении данного ролика. Большое тебе спасибо. Что же, Вторая мировая война началась. Германия напала на нашу с вами Польшу, но пробивается она почему-то только в Кёнигсберге. Что же такое поменялось? Если мы посмотрим на границу Польши и Германии, то увидим огромное количество укреплений. 10 из 10 укреплений на каждой провинции, на каждом клочке территории. Но и Германии не сладко. У неё тут, во-первых, вот эта линия Можино все планы рушит. Ну как рушит? Всегда же можно обойти через Бенилюкс. Теперь и вторая линия Можино появилась. Правда, эта линия не Можино уже, наверное. Курвская линия. Никто не пробьёт. Посмотрим, что будет делать Германия с такой линией обороны, поэтому сразу же запускаем пятую скорость и смотрим, как у нас будет обороняться наш искусственный интеллект. Специально я решил не добавлять укрепления Польши возле Кёнигсберга, чтобы посмотреть, как всё-таки Германия будет воевать. Что я хочу сказать, что Германия начала пробиваться через горы. Да, здесь тоже укреплений нету, потому что, ну тут же горы, холмы и так далее. Польша должна эти рубежи сдерживать, но на самом деле получается это очень-очень плохо у поляков. Что касается основного фронта Германии и Польши, то я хочу вам сказать, что довольно всё удивительно. Германия даже не пробует пробиваться. Она в основном пробивается и пробилась уже нифига себе. Всего лишь за несколько дней она пробилась через польско-словацкую границу и вышла уже к Ракову. А что касается Кёнигсберга, то тут тоже Германия продавила, причём, как вы видите, дивизий тут и Германии очень-очень мало. Да, они обученные, они укомплектованные, но их мало, самое интересное. Но всё равно они продавили польские рубежи обороны, и мы видим с вами то, что видим. Польша, конечно же, не пала так быстро, но сейчас я просто думаю, её уже обойдут, и все эти укрепления полякам точно не помогут. Пока что Данцик, пока что разные другие города, которые падали очень и очень быстро, ещё живут. Ещё живут. Познань жив, Данцик жив. Борьба за Плотск. Вот Плотск отдали. Ну, понятно, понятно, уже началась битва за Варшаву, которую Германия выигрывает, и, по идее, до капитуляции Польши остаётся каких-то жалких 30%. Всё, Германия отрезала одну часть Польши от другой, всё, ребят, это победа Германии. Ну всё, смотрите, восточная часть Польши потеряна, но глядите, какой у нас кусочек территории остался держать оборону, посмотрите. Польша пока что у нас не пала, хотя осталось 7% до её капитуляции. Бои за Вильна идут, всё. Германия захватила Вильна, и Польша близка к капитуляции на 98%. А при этом Польша потеряла 339 тысяч человек в этой войне. С такой вот линией обороны, ребят, вот с такой вот линией обороны, 10 из 10, Германия просто-напросто взяла, раздербанила Польшу с разных сторон. Ну да, немцы тут уже и через реку пробиваются, всё, ребят, Польша капитулировала. И что я хочу сказать, я разочарован, честно, я очень и очень разочарован. Тут даже французская дивизия приплыла помочь Польше, увидела их оборону, подумала, может они выстоят. Но нифига, нифига, не получилось, не фартануло. Ладно, давайте тогда не будем долго медленно, и давайте сразу перейдём ко второму раунду, где я построю укрепление Польши не только на границе с Германией, ещё возле Кёнигсберга, и, конечно же, возле этой противной словацкой границы. Именно через эту границу Польшу напросто раздербанили в первые недели войны. Можно ещё и румынскую границу будет укрепить, потому что Румыния по историческому фокусу входит в 8. Дубль номер 2. Надеюсь, в этот раз Польша покажет свой максимум и не сдастся так быстро Германии и всем остальным странам. Короче, если вы сейчас посмотрите на нашу Польшу, то она у нас оказывается укреплена со всех сторон. Посмотрим, сможет ли так Германия легко пройти по территории Польши, как она сделала в первой нашей попытке, где мы просто-напросто укрепили только основную границу Польши и Германии. Запускаем пятую скорость моментально и смотрим, что происходит. Германия понимает, что пробиться будет максимально-максимально трудно. Смотрите, она пробивает 8 из 10 укреплений, просто такую в лоб. Опять же, тут, наверное, очень сильно-очень сильно сказывается враждебная авиация. Да, тысячи бомбардировщиков, которые просто долбят бункеры по всей этой линии обороны польской. Да, смотрите, первую линию обороны вынесли. Польша зачем-то пошла в атаку на германские позиции. Ну, смотрите, Польша начала занимать Кёнигсберг. Пока германские войска, смотрите, что совершают в Словакии. Моментальные такие атаки пытаются выбить противника. Со Словакии, конечно, не выходит. А вот пробиваться на основной территории из Польши и Германии получается, получается как надо. Сама Польша время зря не теряет. Смотрите, она Кёнигсберг окружила. Смотрите, Польша котел сделала из немецких двух дивизий. Танковой и пехотной дивизий. И тут еще один котел, который они уничтожают. Блин, но Польша показывает сейчас совершенно другие результаты, когда у нее вся граница укреплена. Германия походу сгруппировалась, освободила Кёнигсберг, освободила свои дивизии из-под окружения и начала прорыв. Вот это да. Давайте сразу взглянем на потери. Прошло не так уж много месяцев после войны. Германия потеряла 40 тысяч человек. Польша 70 тысяч об Германию. Но то и понятно. Но сама Германия определенно перехватила инициативу в Кёнигсберге. Тут у нее более классные дивизии, более укомплектованные. Я бы вот так сказал. Что касается всего остального фронта, то я вижу, у Германии никаких особых проблем не возникает. Они уже возле Данцига продолжают сражение. А, взяли польскую дивизию в котел. Германия Румынию призвала. Но опять же, тут у Польши укрепления. И укрепления очень-очень значимы. В Польше тут вообще везде укрепления. На венгерской границе укрепления есть. Я не знаю, зачем я их сделал, но просто так, на всякий случай пожарный. Так, но Польша держится, Польша держится. Все-таки эти укрепления ей капельку, повторюсь, капельку помогли. Потому что Германия все равно пробила их. Посмотрите, она просто вынесла провинцию за провинцию с этими укреплениями. Ох, чувствую, чувствую. И жаришка будет еще та. Но уже практически конец 1939 года. Ииииииии... Ё-моё. Слушайте, а давайте сделаем, наверное, вот так. Давайте сейчас с вами поиграем немножко за Советский Союз. И отменим оправдание цели войны против Польши. Мы тут вообще-то наблюдаем за тяжелой судьбой Польши. Ну, Франция, как всегда, пустилась во все тяжкие. Даже отдала одну провинцию итальянцам. Кстати, германские войска забрали себе укрепления. Посмотрите, они просто въезжают в беззащитные провинции с укреплениями. А польские дивизии пытаются выбить эти провинции обратно. Да, Советский Союз, как же ты достал. Советский Союз, давай я тебе армию скажу, чтобы ты так сильно не спешил оправдывать цели войны. Вот заново себе армию создай. Теперь Советский Союз, ребят, нам не помешает. Он вообще сейчас никому не помешает. Главная ошибка Польши, да чего уж там, искусственный интеллект, в том, что он пытается выбить зачем-то свои бункеры обратно. Польские неукомплектованные дивизии нападают на дивизию, которая оборона в 800-900 тысяча. Атака у польских дивизий 0-2. Опять же, это все из-за бункеров. Советский Союз никак не унимается, он все-таки хочет уничтожить эту Польшу. Хочет уничтожить эту Польшу. Давайте попробуем за Советский Союз начать оправданные цели войны против, я не знаю, кого, но, допустим, против Японии. 75 дней будет идти оправданные цели войны. Если так Советский Союз с кем-то хочет уж сильно повоевать, то мы не будем ему в этом мешать. Тем временем переключаемся на нашу Польшу. Польша взяла ситуацию в свои руки и, смотрите, обратно выдавливает Кёнигсберг. Германия отвела часть своей дивизии не пойми куда. Кстати, тут можно котел делать. Польша делает котел или нет? Польша должна первая успевать, мне кажется. Да, Польша сделала котел из немецкой дивизии, но я думаю, его освободят быстро. Или нет, или да. В основном везде застой, то есть никто ни на кого не упарывается, даже вот на этой границе, основной польской и германской, уже как бы 15 февраля 1940 года, Германия совершает такие попытки нападения на польские дивизии, но получается у неё уже это очень и очень худо. Смотрите, пока я вам рассказывал про основной фронт, всё-таки поляки смогли зажать котел одну танковую немецкую дивизию, смотрите, они её истребляют, истребляют дивизию. Неужели уничтожат танковую дивизию? Это будет огромный успех для Польши. Да, всё-таки Польша смогла дожать эту немецкую дивизию. Польша после того, как закрыл этот котел, настолько обезумела, настолько поверила свои силы, что пошла атаковать по основному фронту дивизии немцев, у которых 9 из 10 укреплений и так далее. Польша сейчас просто-напросто теряет людей, теряет своё драгоценное оснащение и так далее. А Германия, видя, что творит у нас Польша, пошла в контратаку в Кёнигсберге. Блин, что они делают? Я не могу понять, зачем они это делают. Ну зачем? Ну не может быть бот настолько тупым. Кстати, польские дивизии ещё один танчик взяли. По потерям самое время глянуть. Польша потеряла уже 310 тысяч солдат на поле боя, но до сих пор жива, хочу вам заметить. Германия потеряла у нас около 200 тысяч и всего лишь 138 тысяч солдат от Польши. На помощь Польше приехали французские дивизии, то есть я тут замечаю вот такие вот слабенькие французские дивизии. Почему слабенькие? Потому что, опа, а что это у нас тут за прорывчик? Французы, как только приходит Польша, всё, Польша начинает сдавать свои территории. Мне кажется, просто-напросто всё было спланировано. А вот и наш Советский Союз напал на Японию, как мы ему с вами и приказали. Польша упустила свой момент просто-напросто закрепиться в Кёнигсберге. Я не знаю, почему надо было захватывать Мемель. Кёнигсберг был и у них под контролем. Они могли просто-напросто легко и просто захватить Мемель, но как вышло, так вышло. Сейчас Польша пытается наверстать своё упущенное, но не сильно у неё это получается. Я не знаю, почему, но Германия не планирует сейчас пробиваться на территорию Польши. Вообще не планирует. Польша ещё живёт, Польша ещё хорошо живёт, я бы даже так сказал. Хотя у неё уже нету людей, всех людей она убила в Третьей Рейх. Даже такие мощные укрепления на всей границе у Польши не помогли Польше сделать больше потерь Германии, чем она получит сама. Я не знаю, как это работает. Но сейчас мы наблюдаем просто видный застой. Ничего не происходит, ничего не творится. Изредка Польша пытается пробить танки Германии. Конными дивизиями, танки Германии. Где 8 из 10 укреплений Польша, Ахтунг, остановись. Пожалей своих солдат, у тебя их нету вообще. Хочу заметить, что Германия укрепила свои пехотные дивизии. Добавила либо арту, либо сапёрку, либо больше пехотки. Но просто неожиданно у германских дивизий пропало оснащение у всех пехотных дивизий. Но уже заново пополнилось. И Польша, кстати, прекратила свои упористые атаки. То есть она сейчас не упарывается, стоит заметить. Да-да-да. И что ещё хочу заметить, у нас тут начался новый этап развития Второй мировой войны. Люксембург вступил в союзники. Бельгия пока что не вступила, Нидерланды пока что не вступили. Итальянцы и французы продолжают биться в горах, долбиться в горах, ой. Как же это любит Бенито Муссолини. Ну и тем более мы Советский Союз переключили на Японию. Кстати, про Советский Союз. Советский Союз просто взял и скушал напросто Японию и её дивизии. Маньчжоу, Мэнзянь и так далее. А знаете, почему он её скушал? Потому что мы ему удалили все его дивизии, у него появилось очень много оснащения. Дивизии были боеспособными и поэтому они без проблем продавили японские дивизии, которые сейчас заняты во всю войну в Китае. Обычно Советский Союз наоборот даже проигрывает, когда начинает воевать с Япони в такой ранней дате. Я говорю именно про бота на Советском Союзе. Польша просто пытается выбить дивизии немцев, которые даже не теряют организацию. Посмотрите, какая оборона у немецких дивизий. Тут, наверное, укрепление. Нет, тут нет укреплений, но всё равно оборона по тысячу была. И Польша пытается дивизиями с Варшавы, которые обороняют очень важный город, выбить вот эту дивизию. Я? Я? Что это? Польша, да пожалей ты свои дивизии, кто тебя в Варшаву будет оборонять? Я не знаю, почему Германия сейчас не идёт в атаку. По идее, одним молниеносным рывком она просто-напросто раздавила бы Польшу. Ну ладно, это дело Гитлера и его генералов. Я, наверное, немножко поломал икру и все её скрипты, застроив Польшу вот таким вот образом. Ещё и Советский Союз переключил с Польши на Японию. Видите, как я пекусь о здоровье Польши, всё делаю, чтобы она выжила. А у нас тем временем Нидерланды присоединяются к Альянсу Союзники. Смотрите, Германия решила обходить линию Мажино, забив на Польшу. Короче, Польша у нас осталась при всех своих границах, но Германия переключилась сейчас, я вижу, на Нидерланды. И пробивается Германия, конечно же, без каких-либо проблем. Нидерландские дивизии очень-очень ослаблены. Тем временем, кстати, польские дивизии восстановились. То есть, я вижу, у дивизий поляков уже хватает оснащения. Да, в плюс подпоходки вышли, в плюсе они также по дополнительному оснащению. По арте они, конечно, минус, а если мы взглянем на производство поляков, то всё производство в основном уходит на пехотное вооружение. Но это и правильно на самом-то деле. Потери Альянса Союзники составили около 1 миллиона, потери Альянса Ось около 900 тысяч. Но опять же, Италия там в основном вклад делает, просто пытаясь пробиться на территорию Франции через горы. Но бедные, бедные итальянские дивизии. Тут даже немецкие дивизии решили помочь итальянцам, собратьям своим. Это кошмар. Мне на это страшно смотреть. А Германия объявляет войну Бельгии и начинается распил Бельгии, судя по всему. Но у Бельгии тут дивизии намного лучше нидерландских. Поэтому Германии придётся повозиться с Бельгией или не придётся. Посмотрим. Возвращаемся к цели нашего сегодняшнего с вами эксперимента. Польша до сих пор жива. Польша никуда не делась. Польша выживает как может. Всё с ней хорошо. Укомплектована она по максимальному. Походу людей получила свой резерв. Не, людей она не получила. Но надо брать срочно Польша расширенный призыв. А лучше сразу какую-нибудь обязательную службу. Или стариков на службу гнать. Потому что людей Польше не хватает. Но с одной стороны это кстати и хорошо, что людей Польше не хватает. Она из-за того, что у неё людей нету, просто-напросто не атакует немцев. Понимаю, что заполнить потери будет некому. Всё, походу покончила с Бельгией. И сейчас она начнёт пробиваться на территорию Франции. Если она захватит Францию раньше Польши, это будет эпик. Бельгия пола. Всё оснащение Бельгии практически попало в распоряжении нашей Германии. Германия дальше продолжает пробиваться на территорию Франции. Сейчас она возьмёт Лиль. Потом возьмёт разные другие города. Свободная Франция капитулировала, ребят. Вишицкая Франция у нас появляется. Франция проиграла. И Германия мало-неносно начала сводить все свои войска. Всю свою армаду. Посмотрите. Ё-моё. Какая красота на самом-то деле. Вот за это я и люблю хойку. Люблю за масштаб такие игры. Германия свела все свои дивизии практически на границу с Польшей. Сейчас Германии предстоит очень важная задача. Захватить эту Польшу. Потому что Польша до сих пор жива. Она не сдаётся. И это просто невыносимо. Третий Рек также напал у нас на Югославии. Поэтому Польша может ещё чуточку пожить. Югославию распилят очень-очень быстро. Я уверен в этом. Ну и ситуация в мире у нас выглядит примерно так. Монголия тем временем обрела могущество. Захватила парочку провинций своего врага при помощи Советского Союза. Сам Советский Союз полностью освободил Корею. Освободил Маньчжурию, включив её в свой состав. И сейчас Советскому Союзу осталось лишь одно. Попытаться высадиться на острова японцев и закончить войну с Японией. Войска Гитлера уже продвинулись дальше к Варшаве. Ведутся бои у нас уже за Варшаву. На Варшаву нападают со всех сторон. Это, конечно, очень сильно помогает Германии. Сама Германия уже сделала такой, можно сказать, коридорчик. Если она выбьет отсюда, например, вот эту конную дивизию, своей танковой дивизии, то огромная часть войск Польши останется просто-напросто отрезана от снабжения, пока не падёт Варшава. Силы оси пытаются пробиться в Словакии, пытаются пробиться в Румынии. Но опять же, тут очень сильно Польшу спасают укрепления, которые дают просто, посмотрите, какую оборону, и просто смотрите, как укрепления сжирают атаку противника. Эх, поляки, поляки, столько времени было, можно было подготовиться получше. Но сейчас, как вы видите, раздел польского пирога начался, и начался прямо всеми силами оси. Я тут вижу венгерские, немецкие дивизии, итальянские, какие я тут только дивизии не вижу. Тут котёл только что закрыли. Кстати, всё, посмотрите, что с Польшей произошло. Польша капитулировала, ребят. Почему-то у меня не вылезла ивентика, что Польша проиграла, то есть у него вообще не было. Польша, конечно, у нас осталась жива, но тут в основном только британские дивизии, которые борются отчаянно за свободу Польши, которые страдают от снабжения, кстати. Я не знаю, что сейчас сделала Германия, но допустим. В итоге, Польша у нас пала в начале 1941 года. Пала она позже, чем Люксембург, Свободная Франция, Югославия, Нидерланды и Бельгия. Польша держалась достойно. Ну, конечно, достойно, когда у неё столько укреплений было, и всё равно она умудрялась терять эти укрепления. Но отдельно меня посмешил тот факт, что Германия захватила раньше Францию, чем Польшу. Ну и, конечно же, не стоит забывать о важных других изменениях. Например, мы направили с вами Советский Союз на Японию, и он просто-напросто раздербанил её полностью. Теперь Монголия, благодаря захваченным территориям, имеет миллион людских ресурсов. Спасибо тебе большое, Советский Союз. Ещё раз глянем на потери Альянса Вось и на потери наших союзников. Союзники суммарно поднесли потерь в размере двух миллионов. Больше всего потерь понесли такие страны, как Свободная Франция и Польша. Не пойму как. Ну ладно, там котлы были всё же. Сама Германия понесла от Польши всего лишь потерь в размере 216 тысяч. Да, Польша проиграла по всем фронтам. Да, итог тут один. Польша проигрывает даже, когда она полностью обустроена укреплениями. Эх, обидно, конечно. А с вами был Искал. Большое спасибо за просмотр данного видеоролика. Если вам понравился этот ролик, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте. Буду больше проводить классных и интересных экспериментов в игре День Победы 4. А если у вас есть свои классные идеи, то пишите, обязательно посмотрим и спробуем. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok